В Архангельской области завершился заключительный полфинал проекта «Экософия» президентской платформы «Россия. Страна возможностей». На торжественной церемонии закрытия были объявлены имена финалистов, новых членов большой всероссийской эко-сборной. Кто стал победителем от Тверской области, рассказываем в следующем материале. Автономная некоммерческая организация «Россия. Страна возможностей» была создана по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. Миссия платформы — создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Проект «Экософия» входит в состав федерального проекта «Социальные лифты» для каждого национального проекта образования. Тверской область в финальных испытаниях проекта представила Екатерина Новок, которая занимается сортировкой отходов, компостированием пищевых отходов и продлением срока службы бытовых вещей и одежды. Я была счастлива познакомиться с культурой севера. Я впервые на севере. Познакомиться с такими теплыми людьми, открытыми, жизнерадостными, душевными. Познакомиться с командой, которая приехала на конкурс. Люди из разных уголков России. У каждого свои какие-то навыки, знания. И мы с удовольствием ими обменивались. И это было очень здорово. Здесь Екатерина обрела единомышленников, партнеров, друзей и вдохновилась новыми идеями и смыслами. В нашей стране проводится много просветительских инициатив по экологии, а «Экософия» стала первым проектом, который объединил все существующие запросы и начал продвигать экологическую культуру как глобальную базовую ценность. Для меня самое главное – это просвещать свою республику, экологию в своей республике. И, конечно, мой проект нацелен на то, чтобы помогать молодежи в вопросах идеализации нашей республики. После окончания всех образовательных встреч экоисты встретились на торжественной церемонии закрытия заключительного полуфинала проекта, который состоялся перед главным корпусом Северного федерального университета имени Ломоносова. Наш проект «Шагал по стране» целый год. На данный момент на нашей платформе «Экософия РФ» больше 50 тысяч участников. У нас два направления развития. Это направление личного развития, которое называется «Я так живу», и направление профессионального развития, экосборная, куда как раз стремятся войти активные люди, которые живут экологично, которые готовы стать лидерами общественного мнения в области развития экологической культуры в нашей стране. В день подведения итогов полуфинала все желающие могли принять участие в акции «Сад памяти» неизменного партнера президентской платформы «Россия и страна возможностей». Продолжение следует...